День воинской славы России И сегодня у меня в гостях прекрасная супружеская пара. Константин Георгиевич Стычков, председатель Городского совета ветеранов Курской битвы. Здравствуйте. И Таисия Григорьевна Стычкова, член Городского совета ветеранов. Добрый вечер, Таисия Григорьевна. Здравствуйте. Константин Георгиевич, я знаю, что тема Курской битвы для вас священна. Правильно. Курская битва, она нам дала много. И мне, и вообще для страны. Эта Курская битва не зря ее считает самой ожесточенной сражением, значит, в период Великой Отечественной войны, да и во Второй мировой войне. Вот эти три победы под Москвой, Сталинградская битва, а затем Курская битва, они внесли самый вклад... Переломный, наверное. Переломный, да. И уже после Курской дуги немцы не наступали, а отступали. Дальше они Курской битвы не прошли ни на шаг. Тогда ведь участвовало 6 тысяч танков, такого не было больше в мировой истории, да? Ну, нельзя сказать, что 6 тысяч танков было много. У нас было... Что их считало? ...2 700. И у немцев было столько же. Но потом шло пополнение еще. Их побивали, но танки подходили. А сколько там было, я даже не знаю. Константин Георгиевич, вы сказали, что эта битва дала очень много стране, это понятно, но и вам тоже. А что вам дала эта битва? Научила воевать. Вот смотрите, я исполнил 17-18 лет призвали в армию. Ну, прошел я курс подготовки там 2 месяца или 3. И на фронт. Мы же не воевали никогда. Да дети совсем. Да. 18 лет. Вот именно. А немцы завоевали всю Европу. Это армия была, да. Они имели большой опыт в военных действиях. Конечно, нам с ним было трудно. И они воевали, надо сказать, неплохо, немцы. Вот, в отличие от тех союзников их, как бы, румын, венгров, словаков, вояки нехорошие. Так, немцы, да. Вот с ними нам пришлось воевать. На Курской дуге, вы знаете, вот первый бой начался 5 июля. До этого шла вся подготовка, скопление войск. Немцы сосредоточили там 900 тысяч солдат на Курской дуге, 2 с лишним тысячи танков, 10 тысяч с лишним орудий, все возможные, 2 тысячи самолетов. Все это было на небольшом участке фронта. Немцы решили показать, как они разгромили Красную армию, вот, для своих союзников, которые засомневались в их победоносной силе. Вот, потому что они уже побиты были под Москвой в Сталинграде и на Курской дуге. Тут, значит, война была слишком сильная. Надо сказать, что мы там научились многому, но и воевали, надо сказать, отчаянно. Наши воины были, ну как, сплочены, активно действовали. И не случайно первый салют в Великую Отечественную войну был дан в честь Курской битвы, когда были на месте освобождены города Белгород и Орел. И был первый дан праздничный салют в Москве нам. Да, в вашу честь. Да. Таисия Григорьевна, не хочет Константин Георгиевич отдыхать, да? Вот сейчас сколько работы у него? Да, теперь вот после этого проведения праздника, конечно, тяжело. Тяжело. Во-первых, конечно, уже всем за 90. И, конечно, и ему тоже, вот 94 будет скоро. Конечно, тяжеловато. Ну, чё ж, помогаем. Ну, может быть, отдыхать тогда? Да вот, он собрался отдыхать. Нет, Константин Георгиевич, с кем я буду работать? Председатель говорит, нет, а как же? Нет, ну вы будете у нас работать, ну, помощника дадим, но никак не отпускаем. Ну, правильно. Сколько уже лет существует вот этот совет ваш, ветеранов? Ну, давно. Более 30 лет. Более 30 лет. Вот вы не помните, когда он только образовывался, сколько тогда ветеранов Курской битвы было у нас? Тогда было несколько тысяч. А сегодня? А сегодня осталось у нас вот 56 ветеранов. Это по Самаре. Это в городской. Но то, что по области, это больше, конечно. Такая боевая структура, наверное, да, очень крепкая всё-таки. Да. Духом. Духом крепкий. Скажите, пожалуйста, этот день, вот дату Курской битвы вы и мы вместе с вами отмечаем каждый год. Насколько это важно вообще проведение вот такого праздника? Но важно то, что наше правительство не забывает об этом празднике. И он был специально назначен, вот три праздника, значит, бита под Москвой, Сталинград и Курская битва. Ежегодно празднует, и отпускает на это деньги, значит, чтобы праздник был хорошим. Потому что, знаете, и воспитывать людей надо на этом подвиге. Значит, вот мы ходим по школам, значит, институтам, рассказываем, как мы воевали. Ребятам это интересно идти. А как вы определяете, что им интересно? А они определяют сами. Задают вопросы, спрашивают, значит, интересуются. И много спрашивают. А чтобы молодые ребятишки так спрашивают. Иногда вопросы задают, кажется, смешно, но они задают по-своему свой вопрос. Как вы были, где жена ваша была, значит, да, и прочее-прочее. Ну, приходится отвечать ребятам. Насколько вот большую эту патриотическую работу вы ведете? Как часто бывают такие встречи? Где вы, в каких вы школах бываете? В каких коллективах? Ну, я в школах в основном промышленного района. Там школ, школ, примерно у нас 8-10, наверное, так? Вот вся школа моя периодически. Ну, особенно перед праздниками, конечно, ходим поисково. Они нас просят сами. Да, 1 сентября. Преподаватели, директора школ, приходите к нам. Вот. И мы идем, большой группой идем участников войны. И участников Курской битвы. И участников Великой Отечественной войны. Вот. Забираемся и идем. Мужчины, женщины. Все. Все. Каждый о своем рассказывает. Открытые уроки. Вот у Константина Георгиевича 6 орденов. Три из них он получил за военную доблесть. А три ордена ему даны за военно-патриотическую работу. И это говорит о том, насколько важна эта работа, если ее ценят на уровне правительства. И она действительно очень важна. Таисия Григорьевна, а вот вы видели со стороны, как проходят эти беседы? Да. О чем все-таки больше всего задается вопрос? Во-первых, понимаете, вот когда в начальных классах идет, там вообще такие вопросы задаются, а страшно было или нет? Ну, в любом случае, конечно, он говорит, конечно, страшно. Даже когда вот идешь на фронт, еще даже у них один участник войны, Негуляев, его сейчас, конечно, уже нет, ему спросили, говорит, а вы верите в Бога? Крестик носили тогда, в то время, а он говорит, мы все не носили, но верили, верили. И всегда, когда шли в боль, Господи, помоги-то нам, Господи, всегда думали о матери. И все-таки эта вера, может, помогла, понимаете? И воевали-то они, почему? Сильно так, потому что у всех оставались жены, матери, семьи, дети, естественно, они защищали свое отечество, понимаете? А потом мы видели, как немцы издевались над тем гражданам, которые, они оккупировали территорию. То есть это все не придумано? Да. Мы вот освобождали, мы же видели, как люди жили под гнетом немцев, как издевались. Над ними немцы. Как убивали их. Вешали. К силу подходишь, а там висит, там висит, там висит советские граждане, патриоты, которые неугодны были немцам, как и разведчики наши. Это жалко было людей, которые погибали, но они погибали за дело. Вот вы сказали, что совсем немного уже ветеранов Курской битвы осталось в Самаре. И, насколько я понимаю, вы сейчас работаете над тем, чтобы эта память не ушла вместе с людьми. Вы опубликовали уже две книги. Кто работал над этой книгой и что вообще содержится в ней? В них содержится воспоминание участников Курской битвы о тех боях, которые они проходили. И их впечатление, ну, как выступление за ролью. А как конкретно вот работали над книгой? Кто-то обходил всех людей? Как вы собирали это? Каждый писал воспоминания. Каждый участник Курской битвы, проживающий в Самаре, он писал воспоминания свои. А потом мы откорректировали все это дело, значит. И прохождение службы дальше, дальнейшее. И уже последние в наши дни, где работал и чем сейчас занимается. Вот эту всю свою как бы биографию каждый рассказал. И участие в боевых действиях. Естественно, много случаев там вот фронтовых рассказов. Конечно, книги получились очень интересные. С фотографиями непосредственно участников Курской битвы. Вот эта вот книга. Кстати, у них и есть музей в Лицее созвездия Курской битвы. Очень хороший музей. Там дети, учащиеся, проводят экскурсии. Поэтому музей очень хороший. Курская битва. Лицее созвездия в Советском районе. А я хочу вернуться опять к книге. Как удалось ее опубликовать? И все ли уже воспоминания вошли? Или все-таки будет еще один? Не все, конечно. Ну, те, кто написал, значит, вошли. Кто не захотел писать или что-то. Сил, может быть, не было у кого-то. Может быть, сил не было. А то, что кто написал, вот эти все данные вошли. А кто помогал вам публиковать книгу? Городской Совет, Рок Пронин тогда согласился дать денег. И сдали вот. Скажите, пожалуйста, вот, Таисия Григорьевна, вы говорили, что 9 районов, да, входит в Совет, который возглавляет Константин Георгиевич. А вообще для чего людям вот этот ваш совет, вот эти ветераны, они обращаются ли они с какими-то вопросами, может быть, за помощью, что их волнует, какие вопросы требуют решения? Все, вы правильно говорили. Ветераны, они все у нас на учете. Так, у нас списки составлены, где они проживают, номера телефонов. Все это у нас есть. Значит, мы с ними, у нас в каждом районе был уполномоченный, в каждом районе, который общался с этими людьми, беседовал с ними. Затем они приходили ко мне, к другим, значит, ну, задавали свои вопросы, свои, значит, ну, мало ли было, было у кого-то дом плохой, значит, крыши. Течет и прочее, да. Пришлось помогать в этом деле. Ну, мы помогали всегда нашим участникам. Вы говорите, что это такое. Они, все участники, с удовольствием ходили по школам, разговаривали. Да, конечно, кто мог уже, ведь не секрет, некоторые вообще ходили плохо, а некоторые говорить-то не умилище, да. Не знали, не знали, что рассказать, с чего начать. Значит, вот приходилось со всеми, с ними беседовать, ну, и самим. Больше ходить, разговаривать, больше рассказывать, значит, о Курской битве. Я и хорошо знаю эту Курскую битву, так я сам участник Курской битвы. И послевоенный период я все время занимаюсь этим, работой по патриотическому воспитанию молодежи. Константин Георгиевич, молодежи важно услышать рассказы очевидцев, важно задать вам какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, а что эти встречи вот дают вам лично? Мы с удовольствием это делаем, потому что молодежь, наша молодежь, они же растут и готовятся стать, допустим, взрослыми, родителями, значит, и так далее. Ведь они тоже будут кого-то воспитывать. А на чем воспитывать? Они должны сами знать, что такое Курская битва. Вот ребенок спросит у них, что такое Курская битва. Ведь сейчас услышать это и по телевидению, можно и по радио, значит, ребенок может услышать. Спросит родители, они должны ответить. Поэтому мы с удовольствием рассказываем, да и родители сами хотят знать, что такое Курская битва. Не все же в ней участвовали, особенно женщины. Они же не знают, что такое. Несколько лет назад вы сказали, что ваша самая главная мечта – вырастить внуков и правнуков и убедиться, чтобы у них все было хорошо. – Правильно. – Это действительно так. Но мне кажется, что, наверное, уже внуки-правнуки должны о вас заботиться, а не вы о них. – Ну, внуки, как вам сказать. У меня сын, ему сейчас уже 65 лет, да. Он работает в Аэрокосмическом университете, доцент, преподаватель, высшее образование. – Кандидат в исторических наук. – Кандидат в исторических наук. – Вот кто книги-то должен писать. Вот внучки, у меня две внучки сейчас. У одной, значит, уже правнучка есть. Еще один правнук есть, но мать его умерла. Двуночка моя. Вот с ними мы встречаемся, они приходят ко мне. Значит, вот Таисия Григорьевна говорит, угощают их там. – Вот, наверное, кто много вопросов-то задает вам, да? – Все задают вопросы, всем приходится отвечать. Вот, потому что и дети, и его же внучки, они тоже в обоих, вот две, в обоих высшее образование. Одна вот по немецкому, да? – Да, она сейчас кандидат в самую педагогическую науку. – Тоже кандидат в науку уже. – Ну, это же тоже богатство, Константин Георгиевич. Дети, внуки, правнуки. – Она также преподает. – Тоже богатство. – Да. Таисия Григорьевна, скажите, пожалуйста, ну, а вы в своем совете ветеранов, вот насколько вы вообще пересекаетесь с мужем в каких-то вопросах, что-то обсуждаете в работе? – Вы знаете, во-первых, у нас как-то общие вопросы. Я, например, как председатель соцбутовой комиссии, во-первых, у нас очень много. Когда вышло положение, что участники войны должны отремонтировать им жилье, кто-то слышал, кто-то не слышал. Естественно, нам нужно было дойти до каждого участника, чтобы они поставили, помочь им встать на очередь, чтобы с ремонтом, с получением кому-то жилья, понимаете? А потом с лечением, кому-то помочь оформиться в госпиталь. Это все, у кого-то крыши течет, все эти заботы, все эти наши ветеранские организации. Поэтому работы, конечно, много. – Она председатель Совета ветеранов завода «Экран». Я после службы в армии, когда демобилизовался, поступил на этот завод, работал начальником отдела режима. Три года, наверное, да? – 16 лет. – Вот вам и три года. – Да. – Забыл. – Правильно. Я 33 года прослужил в армии, и потом до 50-го года вот работал, ну, до 50-ти лет я уже. Работал вот на заводе «Экран». У нас, конечно, немного пересечений того, что мы знаем оба завод, людей знаем. – И людей, конечно. – И мы общаемся на этой основе. – И ветераны у нас одни и те же. Пусть даже не курчане, но они, опять-таки, участники войны. – И курчане. – И курчане. Ну, сейчас уже мало осталось. – То есть вот дома вы приходите и начинаете решать вот эти вопросы, да, обсуждать? – А как же, а как же, а как же. Во-первых, всякие вопросы. И советуемся, как поступить лучше, с чего начать. Понимаете, все-таки у них побольше опыта. У нас в одной секции, у них в другой, понимаете. Как-то к общему мнению приходим. – А скажите, пожалуйста, Таисия Григорьевна, вот вы говорите, вопросы решали и с ремонтом, и с лечением как-то. Ведь, наверное, одному совету не под силу решать такие вопросы без какого-то сотрудничества с администрацией. – А как же, с департаментом. – Как вот у вас контакты складываются. – Нормально, да. – Во-первых, у нас в каждом районе есть председатели соцбытовых комиссий также. Естественно, проводим мы семинары, чтобы было слияние администрации и ветеранских организаций. Какие-то вопросы совместно решаем. Понимаете, конечно, крышу покрыть ветеранская организация не может. Здесь подключается департамент, соцзащита. Или уже по поводу выдачи каких-то вот этих для участников вот этих тростей. Или что-то забыли, что-то не встали. Забыли встать, забыли переоформить. Тоже помогаем. Понимаете? Это все вот. Помощь у нас большая. Вот я вам расскажу. Значит, я председатель Совета ветеранов Курской битвы. И в основном я нахожусь в лицее «Созвездие». Это бывшая школа 131-я. Вот. Там в школе, значит, получилось так, что не отпускали деньги на ремонт крыши. А крыша течет, значит, и уже находиться неудобно там далее. Директор школы обратилась. Ко мне обратилась. Я поехал к депутату. Я поехал к этому депутату. Побеседовали с ним. Он позвонил туда-сюда, позвонил, значит. И он мне сразу сказал, значит, вот вам выделяют 9 миллионов рублей на ремонт крыши. И директор была рада, значит, и благодарна. Видите, вы какие вопросы еще и для школы решаете. Да. Вот так приходилось решать. Скажите, пожалуйста, а вот разные же советы ветеранов все-таки у нас существуют в городе. Есть ли у вас взаимодействие общее какое-то между всеми советами? Ну, как же. И в каких вопросах оно требуется? Во-первых, у нас в городской совет входят все председатели районов, председатели совета ветеранов каждого района. Естественно, какие-то вопросы поступают и решаем в районном масштабе. Поэтому у нас проходят семинары, совещания, пленумы. Поэтому все вопросы решаем. Да некогда отдыхать-то вам, семинары, пленумы, совещания. Ну, вопросы есть, собираемся. Нет вопросов, значит, работаем у себя на местах. Это у нас был раньше комитет ветеранов войны. А потом его переименовали там в Советы. В Российский Союз. У нас в этом Совете было что-то несколько тысяч, сотен человек. И причем, вот, Совет ветеранов дальневосточников, Совет ветеранов, значит, танкистов, Совет ветеранов, значит, этих... Московской, Сталинградской, блокадники. Блокадники, Совет ветеранов военных, которые сейчас воюют и так далее. Локальных войн. И вот мы все собираемся, у нас, значит, были определены дни, в какие дни мы собираемся. Собираемся все, значит, и поднимаем вопросы перед своим руководцем, что кому не требуется. Вот, а потом они уже через местные органы власти добиваются их решения. Ну, расскажите, как прошел вчерашний праздник, в этом году как отметили? Ну, праздник как вот прошел? Значит, во-первых, мы собирались в музее Приво, ну, или вооруженных сил, и первым же. Он находится на Шостаковиче-1. Там собирались все, значит, участники Курской битвы и администрации. И городские власти, и местные, и так далее. Вот, там собирались, потом шли к бывшему штабу Приво. Там возлагали цветы. Возлагали цветы. После возложения цветов опять возвращались в этот музей. Там в одном из комнат на втором этаже было торжественное собрание. На торжественное собрание, значит, отмечались заслуги. И военность вспоминалась. Затем всем участникам Курской битвы были вручены подарки, которые туда пришли. А кто не пришел, значит, да, им развозили. Домой развозили, да? Домой развозили. То есть никого не забыли? Никого не забыли. Всех участников войны, всех наградили. А скажите, пожалуйста, Константин Георгиевич, вот уже столько лет этот день вы отмечаете, вспоминаете, а впечатления они как-то стираются? Они как-то меняются? Может, уже... Да нет, я бы не сказал, чтобы... Мы как-то всегда ждем этого праздника. Всегда ждем. И этот праздник у нас хороший. Да. Потому что, ну, вот раньше у нас были Меркушкина. Вот часы, допустим, вот у меня часы. Вот такие часы участников войны Меркушкин дарил. Подарки были, значит, из аппарата. И слуховые аппараты, и, значит, были различные. А какой подарок вам самый дорогой ваш? Самый дорогой. Для вас? Самый дорогой, что жив остался. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию. За вашу работу, которую вы проводите. И пожелать вам, наверное, от всех наших зрителей здоровья. И продолжать работу. Не уходите на покой. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся в Гордеэс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова